всем привет сегодня поговорим об устройстве которое называется tiger combo это устройство как говорят четыре в одном которое поддерживает формата dvb s2 dvb t2 dvb c и айпи тиви вот такое устройство покажу что внутри этой коробочки поставим новую прошивочку отсканируем каналы посмотрим какие интернет функции лап работают ну и так далее так что поехали ну и по традиции начнем с комплектации тюнера и обзора коробочки в которой он поставляется вот такая коробочка с надписями и поддержка c3 hdtv тюльпаны выход 1 фото медиа timeshift есть функция здесь написано поддерживает full hd 1080 часы на дисплее низкое энергопотребление слепой поиск каналов обновление через usb флешку такая коробочка здесь все дублируется на украинском языке ну и так дальше так что открываем и смотрим комплектацию внутри у нас встречает вот такая мануалочка цифровой ресивер tiger combo где все здесь подробно описано как устанавливать батарейки на каком расстоянии работает пульта тюнера все здесь такая очень хорошая инструкция все можно почитать установить посмотреть как все работает так же в комплекте он и такой кабель хороший неплохой конечно лучше бы уже hdmi вложили я уже в каждом видео так говорю на стояло и не хотел идут комплекте батарейки такие лилиангинг какие-то майдин китай дальше вот такой пульт небольшой удобный с виризом под палец все как нужно в такой кнопочка включения выключения звук сад фавориты переключения каналов usb здесь этой кнопочкой можно смотреть мультимедиа фильмы фото ну мультимедийные функции инфа панель а pg программа передач кнопочки переключения вот для проигрывания файлов теле текст ключи субтитры таймер все ну все что надо на этом пульте есть и вот сам такой тюнер он такая упаковочка написано tiger combo поддерживает в какие форматы dvs2 t2 c и 5 в 4 в одном usb флешка для проигрывания мультимедийных файлов спереди есть кнопка включения выключения переключать канал и вдруг с пультом батареи сели или что-то случилось можно этими кнопочками пользоваться нажимать вкладывать переключать корпусом металлический тюнер небольшого размера есть вентиляция греться не должен хорошие вот сзади он есть входы dvt2 на эфирные каналы dvs2 на спутниковый usb выход до подключения вай фай адаптеров hdmi выход есть выход под видео выход звука левый правый и питание которое встроенное здесь внутри и есть еще и для блок питания отдельный выход вдруг внутри сгорит питание можно вот сюда или еще можно использовать тюнер в автомобиле через прикуриватель сюда подключить и антенну автомобильные в автомобиле к телевизору можно подключать и смотреть поэтому очень удобно и полезная функция ну а сейчас мы подключим это все телевизору поставим последнюю версию прошивочки покажу как это все делается подключим вай фай адаптера и посмотрим какие здесь интернет функции как работает на последней версии прошивки youtube и какие еще есть интернет функции отсканируем t2 с 2 каналы и так далее так что поехали к телеку данный тюнер к телевизору вот такое встречают меню написано надпись видите тайгер сайт сейчас посмотрим но для начала как всегда по традиции я поставлю новую версию прошивочки а потом пройдемся по меню по настроечках подсканированию но сразу вот и свечи за такое меню но мы нажимаем кнопку exit потому что нужно прошить наш тюнерок вот видите вот здесь обновление в этом меню ищем нашу флешечку я уже поставил и ищем вот путь к файлу вот флешка ищем где наша прошивочка вот она у меня здесь и вот версия вот эта прошивочка нажимаем ok и идет прошивка но я уже думаю поставлю и готовый дом из каналами чтобы не занимать время на сканирование но как сканируется я вам покажу сейчас мы обновляем эту прошивочку вот она идет сейчас уже доходит прошивочка новая посмотрим так все сейчас идет перезагрузка тюнера тюнер перезагружается опять видим такую заставочку такой тигр нарисованный . меню и будем настраивать установка антенны нам надо настроить т2 вот внизу нажимаем настройка т2 регион у нас украина так включаем питание антенны если у вас комнатная тайна нажимаем выключить если наружная нажимаю включить режим у нас выбираем авто очень менее похожая на и клана вская и нажимаем кнопочку окей ну идем автосканирование т2 канала сейчас мы посмотрим что мы сможем отсканировать что мы сможем найти так вот видите каналы уже пошли ну как бы видите качество сигнала сто процентов села 60 но принципе и в меня телевышка находится далеко чувствительный тюнерок т2 он хорошо видите чувствует сканирует все хорошо потому что одновременно можно это 2 смотреть с 2 и айпи тиви и кабельная ну такой хороший тюнерок за свои деньги очень очень много можно чего поймать смотреть и т2 и спутниковые вот идет сканирование видим уже 64 канала но как видим он поймал сигнал с двух телевышек поэтому но канала здесь некоторые повторяются а вот где областные могут немножко отличаться так что если вы живете где-то таких регионах что можно с разных областей поймать каналы это тоже плюс можно смотреть разные и очень хорошо она помогает сканирование пришли сохраняем так она сохраняется и вот все мы отсканировали ну вот сигнал какой ст 2 канал ну картинка неплохая мне нравится вот каналы повторяются потому что с двух вышек но принципе смотреть можно так вот так ну что теперь нужно настроить спутниковые каналы вот установка антенны выбираем десеки но у меня abs спутника нету сейчас посмотрим начинаем мы с алмоса алмос у нас какой второй мне кажется вроде третий порт 2 ладно так выбираем спутника острова меня на первом порту и вот берд у меня есть тот же берд у нас спорт пробую 2 да у нас меня порт 3 все настроено сейчас посмотрим как работают спутниковые каналы нажимаем кнопочку окей это все т2 вот видите она идет минут в меню это все можно редактировать двигать лишние по удалять все на свой вкус настроить как вам что нравится так идем идем сюда мы вот пошли это у нас после 64 уже у нас пойдут уже 64 канал это спутниковые уже канал видите тоже картинка хорошая неплохая все можно тоже смотреть у нас спутниковые каналы так что вот так теперь мы пройдемся по меню и посмотрим как что у нас где работает вот первое меню начинаем отсюда здесь у нас список телеканалом нажимаем кнопочка ok можно все редактировать кнопочка один это удалять кнопочка 2 это двигать канал и кнопочка немножко выше кнопочка 4 это блокировать каналы и можно выставить свой фаворитный список дальше здесь радио каналы какие мы поймали можно просмотреть и удалить все каналы следующее меню здесь у нас установка времени можно выставить время синхронизировать время по сети и вот видите уже время которое сейчас показывает можно это все установить таймер выключение включение таймер сна язык выставить какого и кому удобный настройка в тоже здесь выставить по своему усмотрению что уже кому как что удобно родительский контроль установка госди настройка цветопередачи тоже каждый на свой вкус может выставить настройка панели можно выставить чтобы показывала или канал или время тоже кто как любит вот дальше у нас есть расширенные настройки здесь запуск режиме айпи тиви если его включить сразу будет при включении тюнера включаться айпи тиви на канал и значит будут включаться каналы настройка сети это здесь можно подключить вай-фай адаптер сейчас мы этим и займемся так зеленой кнопочкой нажимаем склонер сети и вот наш тюнерок ищет нашу вай-фай сеть подключаемся к этой и вводим свой пароль поднимаемся на ступеньку вверх нажимаем окей и будем вводить свой пароль так вот идет подключение вот появилась галочка начать мы подключились а к сети нажимаем выход все дальше это меню мы прошли теперь вот это но здесь настройка антенны здесь спутниковые я вам уже показывал это меню настройка позиционера так список спутников здесь идет список которые при сканировании можно выбрать какие вы хотите например вот так вы вставляете и синей кнопочкой поиск и сканируете каналы которые вам удобно дальше список транспондеров тоже можно сканировать например выбираете спутник орбит нажимаете вот этот и кто же синяя кнопочка и поиск это уже сканировать и каналы с от фандер это для настройки спутников кто хочет поймать сигнал вот с помощью вот этого нужно сканировать приложение в телефон установить и искать спутник спон настраивать спутниковые тв с помощью приложения в телефоне это очень удобная функция для установщиков антенн так что это тоже плюс настройка т2 канала уже вам показывал и настройка кабельных каналов можно с помощью этого меню следующее меню у нас системная информация вот как вы видите какая здесь версия прошивки стоит версия 4.0 такая это самая последняя прошивка на данный момент сброс на заводские настройки условный доступ это здесь настройки как шаринга сисиком он поддерживает м диком редактор ключей можно без ключей сюда вводить и каим и айнди нужно тоже настроить обновление по уже вам показывал нужно обновлять если юсби флешки и можно сделать свой дом выгрузить на флешку чтобы потом куда-то передать или обшить айпи тиви есть функция вот посмотрите можно посмотреть как работают айпи тиви вот например включаем вот этот канал и вот идет айпи тиви как бы работает все прекрасно и можно переключать каналы вот список каналов которые здесь есть видите ну у меня такой плейлист что здесь много каналов 1700 какие работают какие не это уже нужно проверять вот так айпи тиви так что и пить и в этом устройстве тоже прекрасно работает можно даже без антенны без использовать этот приставка как айпи тиви приемник стал лукер пауэр то есть вот прекрасно он работает также экстрим порталов кого есть доступ тоже можно все это настроить можно посмотреть по голоду вот видите погода нас тоже она приключается по городах тоже какой вам удобно город можете себе выбрать и посмотреть погоду так что тоже интересная функция так посмотрим как работает у нас youtube то что у нас с youtube но youtube не работает посмотрим сейчас на установку здесь что у нас нужно попробуем обновить api ключ если получится но ключа нету ну не работает на этой прошивке youtube может со временем он будет но на данный момент youtube не работает сейчас посмотрим как мегагул что у нас мегагул то окно посмотрим по серегалах ну здесь видим это хорошо что во многих я тюнерах вот не можно серии выберем выбирать а здесь серии выбираются но вот посмотрим включим вот эту вторую серию но ошибка сети тоже что-то проблема у нас мегагул нет уже прошивка сыроватая не сильно но и питьеви зато работает прекрасно так ну и продолжаем знакомиться с меню что у нас дальше и вот это мультимедийные функции здесь можно просматривать файлы с флешки видео музыку фото записанные файлы и настройка по рв тоже настроить по своим вкусу ну что за данные деньги за не очень большие вполне приличный тюнерок есть большой плюс что он одновременно ловит это два канала с 2 канала не нужно как никаких платных операторов с помощью этого тюнера можно смотреть все кодированные каналы имеют это 2 можно дополнить айпи тиви каналы на питьеви листов тоже кто захочет можно поискать очень много с айпи тиви он работает очень прекрасно так что такое устройство очень хорошие могу его вам посоветовать переключаются каналы очень быстро качество картинки хорошие есть проблемы с youtube и мегагул но в принципе это тюнер не для этого создан так что тюнер могу рекомендовать всем спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока и